В церкви очень хорошая конференция, хорошее помазанное слово. Я наслаждаюсь, немножко вникаю. Да, мне послали высокие церковные власти сюда, туда обвенчать этих прекрасных молодых людей, которые очень красиво улыбаются. Действительно, эта пара очень красиво улыбается. Самая красивая, наверное, именно конкурс. В власти высокие, почти что Ватикан. Около этого. И когда я сел в машину к Максиму, благодарю, что пригласил, и вот для меня стало откровение. Знаете, как куст, Моисей шел, куст загорел. Вообще, во-первых, вот это сообщество, организация, которую вы боитесь называть, я первый раз это услышал, и я почувствовал себя, как человек из книги «Деяний», к которым пришел Павел. И эти люди сказали, как, а мы даже не слышали, что есть дух святой? Ой, что-то такое. Я же не слышал, я первый раз услышал о этом движении. Это очень, я вижу, очень такое мощное движение, за которым стоят люди, за которым стоит Бог. И это что-то больше нас. В принципе, за каждым из нас стоит что-то великое. Великий Бог, великая история Божьего народа, который он начал еще в Эдемском саду, который завершится при восхищении церкви в небесном Русалиме. Это история, а эта история, она во много-во много больше нас. Но мы являемся вот этим, этой частью этой истории. Вот этим, если хорошо приглядеться к нам, то мы этот вентик, без которого много что не произойдет на этой планете, в этой истории. Потому что мы есть церковь Бога Живого, премудрость Божия, да? Многоразличная премудрость Божия. И вот это для меня было откровением. Я делился Максим, я вижу, что он почитает отцов. У него есть вопросы к христианству. Но он с почтением почитает тех людей, которым служили. Я вижу, как вы молитесь за них. Я не знаю, какая у вас сейчас ситуация возник. Примерно знаю, не хочу вникать со стороны. Но я вижу, что есть почтение отцов. Но я вижу Максима, что этот человек, как бы, я размышляю над одной пропадью, я ее, наверное, назову возбужденный духом. Вот есть возбужденный плотью или одержимый, это озабоченный. Или есть люди озабоченный плотью. Им все, куда-то тянет, все, им везде, все. А есть люди, возбужденные духом. И вот Максим действительно из таких людей, которые я первый раз увидел, которые я помню, когда я с Казахстана переезжал в Волгоград открывать тюремное служение. Моя основная миссия в Волгограде, сейчас я посещаю колонии, с проповедью Евангелие. Я помню себя, когда я приехал в Волгоград, вот такие, я всем рассказывал, я такой, ну, я был бодрый дух, сейчас я уже чуть-чуть поумнее, уже не такой авантюрист. Много книжек мы читаем, да, там конференции уже так. Но вижу, что человек бодрый духом, да, он возбужденный духом. И я понимаю, что Бог что-то делает. И когда он рассказал свою историю, вот что вы там можете несколько лет в реприлитационном центре, в этой общине жить, и сейчас Бог что-то новое делает. И вот эта конференция, она показатель того, что Бог делает. Я слушаю братьев, и как они размышляют, как они, можно сказать, проповеди, исповеди говорят, да, и я вижу, что это тоже люди, которые или до этого, или прямо на конференции, дух их трогает, они становятся возбужденные духом. И когда человек, помните, и возбудил дух там, заворовяли священника и сидейка, и остаток народа, и они начали строить. Вот сейчас вот такое время приходит для вашего вот этого сообщества, которые прошли вот эту школу. У меня есть тоже подобное сообщество, это Церковь, Духовная Академия Благодать, города Москвы, где я учился, там, ну, пастор Симон, там, вот, был, учился Ярослав, там, давно еще до меня, у нас есть тоже, как бы, где-то, и... Но что-то на планете Земля сейчас происходит. Просто размышляя о Максиме, ну, как бы, вижу Максим, я, как бы, имею в виду всех вас, да, что, как бы, на пустом месте человек начинает загораться. Ну, и предпосылок никаких нет, вот, да, человек ходит в церкви, да, слушай, ну, чтобы вот так вот его там разрывает, жена Катя говорит, что-то он там ночью там и проповедует, и он не спать, не дает, у него там такие идеи, вот, ну, вот так вот, тяжело быть с декабристами, да, с женой декабристами. Поэтому, действительно, наше время, надо его не продешевить. Великий всемогущий дворец неба и земли Бог, который сотворил видимое и невидимое, да, который сотворил духовный мир, и он даже больше духовного мира, он вечный Бог во времени действует через события. Невидимый Бог во времени действует через события. И вот эта конференция, это одно из событий, которые происходят в нашей судьбе, и оно так же. Я это событие с биографией своей жизни не выпишу, и Максима не выпишу, Алексея, Валентина, и Валентину не выпишу своей биографии. Они уже вошли в мою историю, да, и мы вошли в какую-то еще историю, а эта история войдет еще в какую-то историю. Приездственность поколений, там, приняли, передали, и все такое. Поэтому очень важно понимать эти вещи, и мы должны понимать, что наша жизнь, она влияет на духовный мир, а духовный мир на нашу жизнь. Я буду говорить на такую тему, как духовные накопления. Знает человек это или не знает, каждый из нас в духовном мире что-то накапливает каждый день. Кто-то об этом задумывается, кто-то не задумывается. Есть вещи, которые от нас не зависят. Бог, кого хочу, того милую, да? Милость не подвязающая, а Бога милую. Есть вещи, которые от нас не зависят, но есть вещи, которые от нас зависят. Вопрос, в призвании мы или нет призвания? Что мы делаем? Что говорим? Как поступаем? Откликаемся ли нам Божий призыв? Вникаем ли мы в себя или в учение? Следим за тем, какие хотения и действия Бог в нас производит. На небесах есть престол, где восседает Господь Бог. И там 24 старца сидят. Кстати, чтобы сидеть в присутствии Божьего, надо еще удостоиться. Мы обычно встаем, но есть люди сидят, но тут это больше философский вопрос. Но я сейчас вспомню, что 24 старца сидят, но они потом готовы распластаться вниз и все скинут. На небесах есть престол, откуда назначается либо милость, либо суд, либо наказание, либо еще что-то. Библия не подразумевает такое понятие «везет, не везет», «повезло, не повезло». Это не лотерея. Библия подразумевает такое понятие «благословен или проклят». Благословение или проклятие. И какие-то в нашей жизни происходят вещи, события во времени, и мы понимаем, за этим стоит Бог. Кто-то не понимает или делает вещь, что он не понимает. Что-то произошло, или печальное событие, или радостное. Еще Библия подразумевает такие понятия, как «недобрый» и «не злой», а «свой-чужой». Ефесянам вторая глава, знаем это место. Чем отличается ваше сообщество, это мощнейшим багажом чтения Библии. У него настолько слово наполнено. Я заметил, даже люди, которые не проповедуют часто, у них очень помазанное, сильное слово, и они вообще в Библии очень хорошо ориентируются. Нужно отдать честь с этим людям, которые это все сделали. Известное место Писания Ефесина вторая глава, 19 стих. «Так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богом». Прекрасно быть своим Богом. Когда ты родился свыше, ты не был Иисуса Христа, ты родился свыше. И в духовном мире, ну, может, ты получил, как бы от тебя ничего не... Бог тебя помиловал, избрал, там, люди тебе послужили, ты родился свыше, и какое-то благосостояние тебе уже назначено. Ну, материнский капитал там есть, да, у нас в стране, где это все, тебе уже назначили. Проклятие разрушено. Тебе дается сила приобретать богатство. Ты уже перспективный, как брат говорил Сергей. Ты хоть эгоистичный, но ты перспективный. И это от тебя не зависит. Бог родил тебя, родил тебя свыше, но есть вещи, которые уже зависят от тебя. От того, как ты поймешь свое призвание, от того, как ты будешь жить на земле, зависит дальнейшее твои события в жизни. Либо ты будешь успешный, либо ты будешь неуспешный. И в нашей жизни есть много проблем из-за того, что, ну, например, серия мелких или больших неправильных поступков, дел, слов приводят нас к большим проблемам. Прямо реально. Тут обманул, тут слицемерил, тут украл, тут недомолился, тут неправильно сделал, тут призвание не вошел. И этот комок набирается, набирается, и это уже проблема. И ты понимаешь, что ты уже не живешь в благосовении, а уже на проглядие, что там похоже. Хотя ты христианин, не говоря уже о людях, о людях, которые в миру. Да, Бог на добрых и злых там соцпакет свой высвобождает благосовение, точно добрых, направит их. Но все-таки, если брать духовно, то если ты неправильно поступал в мелочах или в немелочах, у тебя появляются проблемы. И Бог может в один момент тебя вывести, просто от него. Он может решить сразу. Но в основном, в основном, тебе, чтобы выйти с этих проблем, прорваться, тебе нужно множество мелких и крупных, правильных поступков, которые выведут тебя из этого проклятия и ведет в благословение. Я сейчас говорю о духовных накоплении. Вот. Мы знаем, можно открыть Бытие 15-16. Ну, можете сейчас не открывать своими словами. Помните, когда Бог пророчески обращается Господь Бог к Авраму, Отцу Веры, Он говорит о пророчестве, о будущем, говорит, что в четвертом поколении твои дети попадут в рабство, да, но в четвертом от тебя кто произойдет народ. Он попадет в рабство, но выйдет в четвертом поколении и говорит по причину, одну из причин, что ибо мира беззаконий амореев еще не наполнилась. У нас есть духовное накопление и есть мира беззакония. И когда что-то наполняется, из невидимого духовного мира приходит в нашу жизнь материальный мир через событие какая-то какая-то вещь. Ну, можно сказать, наказание, да, бывает. И притча Соломона, первая глава, 29 стих, да, с 29 стиха притчи Соломона. Там так написано. Опять же, все их, то, что я буду читать, очень известные места писать, часто употребляемы проповедниками проповедниками и в нашем чтении. Ну, можно много читать. 29 стих, первая притча. За то, что они возненавидели знания, не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все причины мои, за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, ибо упорство их невеж что бьет и беспечность глупцов погубит их. И там в притче 9 глава тоже есть место. Если ты мудр, то мудр для себя, а если один потеряешь. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманутесь, Бог поругает, не бывает. Сейчас мы приехали сюда, и это тоже мы что-то накапливаем сегодня. Мы совершили жертву, кому-то легко было сюда прийти, кому-то нелегко, и мы также знаем, что есть откровение 5 глава 8 стих, там говорится о чашах молитв святых, которые наполняются. И в духовном мире ты тоже можешь накопить все проклятия, а можешь накопить благословения. И Бог говорит в Матфе 6 главе 19-20 стихе говорит, что собирайте себе сокровища на небесах, накапливайте в духовном мире что-то. И опять же смотри, как это устроит и сено, серебра, золото, и соломы, много этих вещей. там, смотрите, кто исполняет заповеди сии, на горной проповеди, 7 главе, кто исполняет заповеди сии малейшие, уподоблю мужу благоразумному, да, который построил на камне. А кто построил на песке, придут трудности, и вот эта конструкция, она будет зарушена. Смотря как заповеди сии малейшие, есть главный заповедь, не убей, не укради, а есть более тонкие, да, не суди, там, какую меру меришь, такую меришь, это как бы незначительные мелкие такие заповеди, как бы не особо такие, но от них много что зависит в твоей жизни. Вот. Есть книга пророка Иона, да, откроем книгу пророка Ионы, первая глава, и было слово Господне к Ионе сыну Амафиину, встань и в Ненею в город великий, проповедуй в нем, и по злодеянию дожди до меня. То есть эти люди своим образом жизни накопили очень много в духовном мире и мера беззакония была уже наполнена, и Бог уже готов наказать и высвободить вот эту чашу, которую не накопили, на ней и вылить. Но Бог благое, и Он посылает пророка Иону, чтобы перед тем, как Бог любит людей, грешников любит, и Он хочет, чтобы они покаялись. Есть такой принцип Божий, не помню, где это написано, у пророков, там сказано так, что если если я задумаю навести проклятие на какой-то город или на какой-то народ и этот народ обратится, то отменю я это. И также если я захочу благословить какого-то человека, какой-то народ и этот народ начнет себя неправильно вести, то я отменю. Я говорил о престоле, напоминал, что с престола назначается суд и милость, благословение и проклятие, какие-то вещи, какие-то события, которые приходят в нашу жизнь от Бога. Мы знаем, что это конкретно от Бога. Это важное историческое событие для нашей судьбы. И третья глава мы видим, как когда Иона проповедовал, что эти люди сделают. Четвертый стих 3-4 И начал Иона ходить по городу сколько можно пройти в один день и проповедовал горя, 40 дней Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя, но не будем читать, да, знаем. Царь, скот перестали кормить, воин, дети плачут, скот воин, такой попы от Ниневии пошел в духовный мир. вот это облако, так вы знаете, как вот облака собираются, да, через как, да, ну, пара поднимается и образуют облака. То же самое резко от этого города пошли духовные накопления. Они за короткий период времени накопили в духовном мире нечто, что Бог обратил на это внимание, то, что они годами копили, да, а это за три дня и Бог отменил. Поэтому очень важно после того, как мы покаемся, даже Иоанн Креститель говорил, сотворите достойные плоды покаяния. Помните такое? Достойные плоды покаяния, ну, Бог меня простил, да, аллилуйя, но, если ты много к своим соседям, ну, все тут бывшие, да, которые там употребляют наркотики, наркоман, он бодрствует плотью, она у него такая активная, обманул, бабу грунью, мешок сахара, там, мешок картошки, в форточку залез, долги, но, если ты, у тебя есть, да, Бог тебя просил, но, если у тебя есть возможность, то, там, как говорит, ну, помоги, там, бабушке какой-то ты обманул, иди там, огород ей скопай, скажи, вот, бабушка, Бог тебя любит, то есть, достойные плоды покаяния, там, детям цветы, там, это и мороженое, да, как, жене, бабе мороженое, желание, скажу, левитам пятая глава, пятнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый стиль, говорится о жертве повинности, есть такое понятие, ну, ветхий завет для нас про образы, и там говорится, мирные жертвы, жертвы повинности, когда тебе, например, Бог благосилл, какими-то финансами, ну, прям нормально, ты понимаешь, Бог благосилл, реально щедро, ну, мирная жертва, воздай слава Богу, пойди там, кому там, не имущен, накрой поляну, там, сиротам, или там, в детдом, я не знаю, ну, создай вот эту организацию, там, ну, какой-нибудь, ну, что-то такое, социальный проект, бомжей накорми, там, и так далее, ты, ну, к этому придем еще. И вот, есть такое понятие, когда, ну, сейчас, я прочитаю, Ниемя 1.7, Ниемя 1.7, или ладно, лучше, Малахия 4.4, ближе, ну, оно похоже, что-то, ну, кто записывает, там, Ниемя 1.7, Малахия 4.4, помни закон Моисея, это чем заканчивается Ветхий Завет, который прообразан для нас, помни закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему, на Хариле, для всего Израиля, ровно как и правила, и уставы. А в Ниеме, говорится, он молится, говорит, Бог ты нас наказал, потому что мы не исполняли твои заповеди, уставов и определений. Заповеди, уставы и определения. В церкви для христианина не только должны существовать заповеди. Заповедь, это там, не убей, не укради, не прелюбодейся, но есть еще уставы, сделай мне жертвы, сразу 10 заповедей, для меня это 11 заповедь, сделай жертвенник. Кстати, я не знаю, почему-то на конференции у вас жертвенник, я думаю, в следующую конференцию надо воздвигнуть жертвенник. Сделай мне жертвенник, я приду и благословю. В жизни каждого христианина должен быть жертвенник. В любой поместной церкви должен быть жертвенник. Когда приходишь в любую церковь, ищи, если не собирать, ящики это там, или пастора благослови, там, поместный, я не знаю, жертвенник тебе должен быть. Уставы и определенные, еще определенные. А кто ты? Ну, я вот просто, то, что я не пью, не курю, не матерюсь, и за это Бог мне благословит, я уже 10 лет не курю, не матерюсь. Ну, и что, в принципе, я могу сейчас, я говорю, уже в Новокуйбурш, в Самаре, я уже тут сколько, два дня я вам в витрины не побил, магазины не вставил, там, мусорки не раскидал, машины там не поджег, ничего. Давайте мне премию, скажешь, извините, у нас все так делают, а если ты так будешь делать, мы тебя, ну, накажем, да? Поэтому то, что ты бросил пить, курить, материться, в церковь ходишь, и это еще не, это да, это хорошо, и ты просто говоришь, что я боюсь Бога, но чтобы войти в благословение, чтобы вот эти духовные накопления у нас в жизни были, которые высходятся в твои, в самые ответственные моменты твоей жизни, еще есть уставы, сделай, да? То сделай, да, и неч, ну, там, вот это, и определение, а кто-то определись, кто-то, да, это я уже от себя говорю, определись, кто ты по жизни, да? Да, ты или прославитель, или ты в репцентре, или ты там, кто ты, ну, что-то надо делать, ну, в свою сущность, вот через, прочувствуй свою сущность через преломление, вот о чем сейчас Сергей говорил, вот, знаете, чем христианство отличается от других религий, то, что в других религиях, оно там очень, очень четко прописано, вот так, вот так встанешь, туда повернешься, туда, как бы, поклонишься, туда сделаешь, и все, одежда такая, востока в обед, и то, вот это, вот это делаешь, и в репцентре, это тоже, как бы, подзакон, и вам легко, но Бог, он, как бы, христианство, оно уже немножко отличается от религии, тем, что ты уже через отношения, вот через это преломление, которое мы только что слышали, у тебя происходят такие, ну, понимания духовно, что я должен делать, хотенье действия, да, по своим, ну, которые Бог производит, и, например, Павел говорит в одном месте, говорит, впрочем, не Господь, но я, но я думаю, что я имею Духа Божия, как бы вроде Слово Божие, а как бы Господь не так, ну, нам в укор ставят, вы говорите, что от А до Я Библия – это Слово Божие, а почему Павел говорит, что не Господь говорит, ну, а я говорю, ну, и он там говорит, что я имею Духа Божия, то есть в этих местах Бог нам дает, право для маневра. И поэтому христианство это путешествие, да? И твой рост, и ты уже начинаешь с чувством, навыком от добра и зла отличаешь, да? Ты уже можешь понимать добродетельность, рассудительность, или кто-то тебе пристает, там, да, как бы это евангелист какой-то, лжеапостол, ты раз, а кому-то ты уже действительно ну ты научен этому. И Ветхозаветный закон, он делится на три части. Это первая обрядовая часть, да, когда там жертвы, там медные жертвы, кровь рекой льется, козел отпущения, там, священники приносят. И эти жертвы для нас прообразы, потому что Иисус Христос, он все сделал, да? Иисус Христос, он был этой жертвой, которая без пролития крови не бывает вращения, он пролил свою кровь, поэтому нам не нужно, слава Богу, сейчас животных приносить здесь. Представьте, чтобы сделать конференцию, мы бы сначала устроили мясокомбинат, там, это, да, а потом пришлось бы, наверное, это бы делали, ну, священники, пастораты, там, да? Вот. Труд был такой. Вот. Потом какой у нас идет? Закон моральный, да? Моральный закон, это 10 заповедей, Иисус его усилил. Он говорит, вы слышали, что сказано древними, не прелюбодейство, а я говорю вам, да? Если ты посмотрел на возделение на противоположный пол, ты уже прелюбодей в сердце своем. Я, как, в колонию, когда захожу, говорю, государство смотрит на факт преступления, украл, выпил в тюрьму, да? У кого-то романтика какая-то, но... А Бог смотрит на сердце. И вот это очень нам нужно учитывать. И вот эти духовные накопления, они тоже зависят от состояния твоего сердца. То есть есть моральный закон, который Бог усилил. Есть гражданский закон. Гражданский закон нам тоже не надо особо исполнять, он для нас прообразы. Когда священник, он выполнял, ну, вот этот закон, он выполнял роль государства, которые сейчас законы в государстве. Например, уголовный кодекс, да? Указал, указал за зуб. Слышали такое, да? То есть кровная месть. Если я, этот закон меня защищал, потому что если я сейчас, ну, там, в глаз кому-нибудь дам, я знаю, что его братья завтра придут и мне глаз... Ну, там еще закон надо некоторых в глаз дали, они пришли голову отрезали. Это уже... Это неправильно. Глаз за глаз, обожок за обожок, зуб за зуб. То есть это все контролирует. Это был некая сдерживающая сила, которой людей в рамках... Ну, сегодня друг друга люди поубивали, а в тюрьму молятся сильно. Ну, поэтому сейчас этот закон заменен государство, которое носит меч, да? Вот. И вот три... Вот эти законы для нас, это как прообразы, да? И были другие там, они исполняли роль санэпидемстанции, да? Например, священник этими всеми делами занимался. Он вникал там. Поэтому, когда пастор приходит и вникает, а где ты работаешь? А что ты носишь? А как ты с женой, вот она вчера пожаловалась на тебя там? Пастор, священник имеет право, можно сказать, конечно, ну, это вопрос тоже духовности пастора, где надо, где не надо, сувать свой нос в какие-то дела. И там, например, священник должен посмотреть кипитку, ага, там, раз, попорже, да, нечисто, кипитку сжечь, там, пляшивы, не пляшивы, да? Там, вне стана, там, его как бы отправят. И вот, мое любимое место, Левит 13-47, это, наверное, особо люди, в которых там, ну, сейчас я попытаюсь пошутить, я думаю, никого не обижу, Левит 13-47, да, я сказал? Ну, как этот закон практиковался? Есть это, там, где этот, у вас, Левит? Вот. А, не 37-47, а 41. А если на передней стороны головы вылезли волосы, то это лысый, он чистый. Ну, мы к сорока годам-то, знаете, братья-то, ну, это, некоторым очень не идет, кстати, не хочу никого бить, ну, взять топовых мужчин, которые там, Седан, там, Хосе Гвардиола, да? Видать, люди, которые Бог, ну, некоторые наши братья, которых Бог особо очистил, там, прикоснулся, там, любимчики, они, видишь человека, он чист сразу, да? Ну, это я, как бы, чтобы немножко, как бы, пошутить, не знаю, удачно-неудачно, ну, извините, ну, как бы, я переживаю немножко тоже. А хотя смотришь там, кому-то идет, не знаю. Ну, это уже нашим сестрам, которым 25 лет решать. В 25 лет вкусы меняются, наверное. Вот это. В общем, первое, Тимофея 3.16, там говорится так, если я замедлю, да? Павел пишет Тимофею, говорит, чтобы ты знал, как поступать в церкви, которые, которые в Дом Божий, в столб утверждений есть, мы должны знать, не просто, мы должны знать свою культуру. Если иудей, который прообраз, ну, представитель Израиля, который прообраз современного христианина, он исполнял эти заповеди, когда жертва повинности, когда мирная жертва, как относиться к страннику, у нас учили вчера, очень здорово, да? А вот можно вставить, ну, вот эту проповедь, Руслан Пастер говорил, сейчас можно сюда ее вставить, прямо в это место, да? Ну, заново прослужим. То есть, когда ты реагируешь на эти вещи, там, мы сейчас круг книги руд подойдем, когда там, они собирали для нищих, оставляли, да? Все не собирая, оставь для нищих край поля. То есть, вот эти вещи, когда человек соблюдал, его жизнь была вокруг скиньи, он был, куда столб огненный шел, он, если шел за этим столбом, да, то он был благосерден, он был защищен. В пустыне жарко, если ты отстанешь, облако тебя не покроет, ты сжаришься, зимой холодно, ну, или ночью холодно, говорят в пустыне, там, столб тебя не погреет, если ты обычно край стана истреблялся, когда они роптали, помните, край стана всегда, люди, которые не в эпицентре события, а которые, ну, наполовину в миру, как бы заботы века сего, как немножко нам говорили, да, я сегодня сейчас все и пропали, повторю, вот эти битые гвозди, острые иглы, сейчас, как бы, мы вбиваем, да, может, уже к концу же движемся, конференции, и вот край стана обычно истреблялся, бог же, звери могли боеть, потому что эти люди, которые, как бы, подальше от событий, мы не такие, и если человек, например, его признавали нечистым, его вне стана, как Марьян, там они стояли 7 дней, там стан стоял, потому что Марьян была покрыта проказой, и дело не двигалось, и мы должны понимать, что если с тобой все в порядке, а брат там где-то хромает, где-то падает, ты должен помогать, потому что и то, что он вне стана, ну, бывает, на замечание, отлучает, ну, есть такие церковные дисциплины, конечно, служение и реабилитация, это как бы особо не применяется там, но когда уже поместная церковь, это уже, ну, там, немножко другое, есть дисциплины, когда человека на замечание, там, отлучить могут, и нужно понимать, что если человек вне церкви, то вся община страдает, дело может страдать, поэтому он был старше, младше, служите там, в репцентре друг к другу. Вот, давайте откроем, Экклесиаст 11 глава, Экклесиаст 11 глава, как бы можно подытожить, мы говорим, можно эту проповедь назвать, духовные накопления, или знай, как поступать в церкви, который, Дом Божий, столб и утверждение истины. 11 глава, Экклесиаст. Отпускай хлеб твой по водам, потому что, по прошествии многих дней, опять найдешь его. Давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Вот, отпускай хлеб по водам, они видно, и Израиль это увидел, как это египтяне делал, Нил развелался, они семена разбрасывали, Нил в русло входил, и там взошло, там взошло. Тебе нужно что-то отдать, и как бы довериться вот этим стихиям природы. Как получишь? Главное, ты доверься, чтобы пустить хлеб по водам. И это, ну, есть духовный мир, да, ты должен как-то доверяться духовному миру, поступать правильно, и отпустить это. А как оно будет? Уже как бы, ну и тут написано, да, давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Часть семи, даже восьми. Ну что, пришло благословение финансов. Десятина, первое. Десятина, это власть, которую я провозглашаю в своей жизни, Божьей, да, пожертвование, потом посмотри, вдова, кого там Бог говорит, сирота, левит, там, оплати кому-нибудь конференцию, да, там, или, приведи реабилитанта, обуя день, там, сдай, там, ну, еще позвони, как вот этот добрый самарянин, да, вот, мне очень понравилось, в этой брошюрке написано, как вот, нужно вот эту гостиницу сделать, где вот, Иисус, это самарянин, ну, это Максим, твоё же, наверное, привет, да, где самарянин, это Иисус, который помог человеку, но он его поселил в гостинице, и заплатил, то есть гостиница была, то есть нужны эти гостиницы, организуй какую-то гостиницу, там, не знаю, там, помоги сиро, там, ну, много что можно делать, и если я буду миллионером, потом буду делать, нет, вот что у тебя есть, лишнее есть, какая-то рубашка, которую ты не носишь, иди отдай, там, еще что-то сделай, попроповедуй, там, кстати, если ты давно не проповедовал, это нужно жертву повинности принести, ну, там, у нас есть, я как-то недавно проповедовал, не знаю, там, может, теологически, наверное, не совсем правильно, но я сказал так, вот у нас есть ящик, год для Иисуса, есть такая программа, год для Иисуса, когда люди, команды ездят по деревням, стучатся в дом, проповедуй, я сам участвовал несколько раз в этом, говорю, если ты давно не проповедовал, вот в этот ящик положи не дежурные свои 50 рублей, а побольше, ну, это будет, потому что люди проповедуют, а ты сам не проповедуешь, еще и не учат, вроде как христианин, ну, кому-то, ну, знаете, вот, Руслан вчера отделился, пастор, да, трудно, просто, мы должны все проповедовать, но, есть Евангелие, у них дар проповедовать, ему легко, я, вот, мне легко, там, в тюрьму зайти, сказать, бог вот любви, первому папашу, себя пойти, проповедовать, но, есть люди, которым это не их дар, он учить будет, утешать, зато я не могу долго, у меня тоже есть, как бы, в управлении у меня вообще дара нету, там, я не бизнесменом себя никогда не чувствовал, и даже, по-моему, не собираюсь чувствовать, там, организовать стройку, там, не, я вот как священник есть, так есть, моя работа, крестить, венчать, хоронить, там, проповедовать, ну, я вот, с 2000, как в семинарии уехал, вот так вот я и живу, от жертвенника питаю, ну, и имею, ну, как бы, дерзновение об этом, когда мне бабушка приходит и благословит, на первый взгляд, это выглядит так, тыкор жлоб, короче, бабушка, пенсионерка, там, эту пенсию заработал, иди, я благословляю, иди, работай, возьми, ну, кому-то так и надо сказать, есть такие, как бы, ну, я имею дерзновение брать, молиться и благословлять, и эту бабушку, и внуков, и детей, она, она прикасается к жертве, она не мне дает, она Бога почитает, а моя, если я буду, ну, как бы, нужно понимать тонкости вот это, чтобы ты знал, как поступать в церковь, а кого-то ты можешь мне взять, не надо, а кого-то, ну, то есть, ты должен, как священник быть, где я становился, то есть, жертва повинность, давая часть семьи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле, когда облака будут полны, помните, мы говорили об этом в оскурении, людей, когда прольются, то они прольют на землю дождь, вот это через события, ты ходил, молился, там вот, у нас главные герои проповеди, Алексей с Валентиной, да, нету, ну, например, Алексей там молился, он же ее не знал, там, верно, Бог дай жену, верно служит, и пришел момент, когда они встретились, все срослось, все сработало, да, это, вот это все, что они накопили, оно высвободилось, так же может с твоим бизнесом, с твоим служением, я не знаю, с чем, вот, и поэтому, когда облака будут полны, а у кого-то они еще не полны, а у кого-то и только, там, первая капля там испарилась, крестол благоухания Божьего, духовного мира, и если упадет дерево на юг, или на север, то она там останется, куда упадет, знаете, есть мудрость такая, как бы, как, Бог, он, я слушал проповеди в ютубе, Максим говорил, вот еще один герой, проповеди, вот это, помнишь, ты говорил, что Бог, он, как бы, даже не сверхъестественный, а естественный, да, есть вещи, которые естественные, то есть, если ты в лес валишь, и тебе нужно туда, ну, чтобы там было дерево, ты же будешь пилить не туда, чтобы оно упало, там его кантовать туда, ты сразу подпили, чтобы оно туда, раз в речку желательно, там уже один стоит, бахом, раз в раз приплыло, и раз взяли, идем в дождь. И тут примерно об этом сказано, я могу повторить, повториться, что есть вещи, которые мы сами себе, нашим непослушаемым, по причине нашего характера, да, вещи телом, и потом наше бревно падает туда, мы начинаем там разбираться с этими трудностями, сами влезли в них, и придется потратить много времени, кому много, кому мало, кому много времени, чтобы эту свою жизнь, вот это бревно жизни, вытащить сюда, и потом уже стартовать. Многие, которые несколько раз проходили реабилитацию, упал-стал, упал-стал, ну много потеряли, и ну слава Богу, что они вернулись, и еще как бы один гвоздь запью, для нашей памяти, что было вчера, о блудном сыне сказано, да, блудный сын, три позиции блудного сына, три состояния, он находится в доме отца, он все нормально, пользуется всеми привилегиями, но его состояние, он думает о дальней стране, он хочет дальнюю страну, она ему интересна, она ему привлекательна. Есть люди, первая категория реабилитантов, которые пришли, как-то это вроде отверлились, но им что-то, второе состояние блудного сына, это когда он у свиного корыта, он вообще никакой ниже плиту, все в трепеске разбитый. Третье состояние блудного сына, это он в доме отца, опять в доме отца, и в чем разница от первого, во второго, когда он был до, ну в чем разница, он в доме отца все то же самое делает, но его уже не тянет в мир, вот это хорошее состояние, когда человек уже все понял, что вот это место, где я должен быть, вот это все, что я должен делать, и мне уже ничего не тянет, ни на какие подвиги. Руфь, первая глава, книга Руфь, первая глава, помните, это женщина, которая пострадала, у нее несчастье женское было, можно сказать, да, она была язычница, и когда перед ней стал выбор остаться, оставить все как есть, или изменить свою жизнь, Руфь 1.16, ну Руфь сказала, не принуждай меня, помните, да, я не буду читать, мы все Библию здесь хорошо знаем, поэтому мне проще проповедовать, но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, вот это духовное заявление, да, она становится, ну не знаю, Израиль признал, не признал, но в духовном мире что-то для этой женщины произошло, она, ну может сказать, про образ рождения, слышь, это мой, это моя церковь, это мой пастор, это мой Бог, и я буду до конца жизни верен Богу, то есть ей высвобождается некий материнский капитал, и она уже не чужая, но своя Бог, через вооза, мы знаем, язычники, как бы, через Христа язычники становятся Божьим народом, да, ну вооз, мы к нему вернемся, и еще одно местописание, я сразу вспоминаю, откровение 11 глава, что Руфь вот это заявила, и что происходит с этой язычницей, откровение 11 глава, и что происходит с нами, когда мы рождаемся свыше, попадаем в репцентр, то есть от нас, повторяясь, от нас многое ничего не зависит, но приходит момент, когда от нас уже зависит, от того, как мы ведем себя в жизни, 11 глава с 1 по 2 стих, откровение, «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычник». Ну вот, Руфь Мавитянка, язычница, переходит в категорию Божьего народа, и она подпадает под измерение, Бог измеряет ее. Что в нашей жизни Бог измеряет? Наш жертвенник и наше поклонение. Наш жертвенник и наше поклонение. Что кому-то сегодня стоило сюда приехать, это была жертва, и это есть даже и поклонение, не просто мы песни, ну стоя, сидя там в разных церквях, по-разному там, но поклонение, говорят, что это даже не просто песни Богу попеть, а именно образом жизни ему поклонение, когда мы ищем волю Божию, когда я вот это все исполняю, да? Вот. И поэтому вот Руфь, она попадает вот в это измерение, так же, как и мы. Там Бог измерял меня, когда я в семинарию поехал, там в Братской Караганде, там был, у нас типа реабилитационного центра с колледжем вместе, потом там, как я на месяц, каждого из нас Бог, каждого из нас Бог измеряет. Теперь что происходит? Друфь, она простирается, мы помним, что ВООЗ ее и случилось, как бы она оказалась, как бы случайно, а это не случайно, она оказывается на поле ВООЗа, да? ВООЗ был хозяин этого поля, именно в тот момент он приехал, когда она туда пришла, ни раньше, ни позже. Мы знаем, сколько таких событий в нашей жизни. В нашей жизни есть такие события, когда мы понимаем, если бы вот это, вот просто как бы деталька маленькая не произошла, я бы не, например, я не женился. Я своей женой познакомился в Караганде. Где-где? В Караганде. И там одно такое мелкое событие, и если бы его не было, я даже здесь не стоял. Вот, все как-то должно сказать, Бог действует из духовного мира во времени через события, в наше время, да? Вот. И что происходит? Друфь, она начинает учиться, она начинает вникать, как поступать в Доме Божьем. Наиминь, она, ну, образ учения, Дух Святой наставляет, вот это дело, вот это дело, вот это дело. И она простирается, и Ваос говорит, чтоб ей откинули уже снопок, да? Говорит, вот видите эту женщину? Теперь она, она же пришла к нам, она могла остаться в карты, играть, колодцы там, с ними там, другим богам поклоняться, но она пришла в цепь. Ваос Иисус Христос это замечает, да? Вот этот еврей, для которого мы, язычники, чушь без заветов, чушь для обретования, да? Через Христа мы становимся одним народом. Ваос здесь прообраз, да? Ну, такой богословка, если такая тема. И вот он обращает внимание на Руф, и он уже говорит, откидывайте есть на П, она колосок собирает ей, бах, благословение. Ну, помните себя, да? Раз, раз, бабах благословит, только помолился, бабах благословит, благословит, благословит. И потом ей даже, ее отделяют от гастрабайтеров, которые там побираются, да? Ее говорят, если видишь, пить хочешь, иди бутылку возьми. Мы же в церкви приходим, ты имеешь власть там, взять и попить воды. Это дом отца твой, возьми попей, в туалет сходи, раскрепостись, спроси, как дела там, да? Ну, мы же приходим в церковь, не знаем, как бы, вникаем. Сейчас там уже знают, где аминь сказать, где там аллилуйя, там уже такие, а Руфи, она еще ничего не знает. И ей дается возможность уже быть ж не сами, но она, у ней наимень наставничный, наставничный, Дух Святой. И смотрите, я себе думаю, Руфи могла уже, ну, как бы вдова, что, уже может, ну, надо личную жизнь устроить, могла бы и с жнецами за флергить. Ну, что уже, да? Нормально, вот, вроде благословение. И только брат, короче, закунул, наполовину закончил реабилитацию, наполовину еще, уже ему снопы, уже научился потолки крутить, уже там его, да, где-то старший он. И сестра появляется, о, все, короче, жениться хочу. Пастор, там, лидер, там, кто у нас там, начальство, высокие церковные, благословите, жениться хочу. Рано, да? Ну, не надо тебе, ты еще, ты знаешь, иногда ты можешь жениться, жениться, это, хорошо жениться, это очень большое благословение. Родиться в хорошей семье, в церкви, чтоб жену, пастора церковь дал, если это ты имеешь, это очень круто, это очень благословенно. От этого очень много зависит, как ты женился, в какую ты церковь попал, какой у тебя пастор был. Вот. И Русь, она могла, ну, как бы, уже решить свой вопрос, но, Дунаеминь ей говорит, сейчас скажу, 3.18. 3.18. Про Вовоза такие слова сказаны, та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо тот человек не останется в покое, не оковчить, не кончив всего дело. Что касается Найминь, ой, что касается Русь, Найминь точно знала, Вовоз благочестивый человек, Вовоз исполняет не только запроги, но и уставы и определения. И он даже там, например, начинается его рабочий день, он приезжает на поле, жив Господь, ему там, жив Господь, там, ну, они как бы, если здесь бизнесмены, молитвенный завтрак в офисе, там, вы начинаете там свой рабочий день с молитвой, там, ну, можно, если проповедники там, мотивируете бизнесмены, ну, Вовоза так было, да? Вовоз был благочестивый человек, и он был благословенный человек. И был такой закон, что если там твой брат умирает, ты должен взять жену, и жену себе взять. Ну, такой был закон, для своего брата, чтобы восстановить семья брата свою, чтобы род брата был продолжен, потому что мессия может прийти именно через твой род. это благословение все евреи, почему они рождали, пытались много рождать, что мессия должен быть прийти через твой, через твою семью, через твое колено. И когда женщина была бесплодная, для них это было, ну, прискоровано, как бы. И вот Вовоз, наименее она знала, что Вовоз не останется в покое, он прорегирует правильно, он прорегировал законы, сначала он предложил, то старшему, да, которому, как бы, по перворосту, он должен был это сделать. Вот родственник отказался, у меня своих детей не некогда, была власть, у меня бизнес, долги там, все, короче, отдыхать, вот вам денег идите. Ну, все, Рдом Разутова его называли, да, там, сапог сняли, плюнули там, ну, как бы, духовно, и пошли дальше. И Вовоз все говорит, ты не хочешь, я подвяжусь. И он сделал то, что он должен был сделать. В моей жизни есть друзья, христиане, и я знаю, что они поступят в определенный, в определенном, как бы сказать, случае, именно так я ожидаю от их вот именно такого реакции. Например, если я окажусь в Башкирии, и у нас прокнется колесо. Кстати, когда моя жена ехала ко мне на свадьбу в Казахстан, в Башкирии, ей Алексей Павлович Мерседес давал там, ну, бусики она там ехала, и у них компьютер выключился. Мне в пятницу, в субботу свадьба, в четверг еще невеста не приехала. Ну, ладно, это отдельная история. Если б я знал Руслана, я бы ему позвонил, ну, учитывая, ну, вы понимаете, о чем вчера речь была, да? Опять же эту проповедь вставляем сюда. И я знал, что вот этот Вовоз не останется в покое, пока он не решит, по крайней мере, ну, такие христиане подобные, которые мы, как пример, да, имеем, вот они не останутся в покое. В любой город, я своим неверующим друзьям говорю, я приеду в любой город и найду себе переночевать и поесть легко. Где церковь? Баптийская, 50, без разницы там. И поэтому мы тоже должны, понимая свои духовные накопления, давай семи и даже восьми, и гостеприимство должны тоже оказать. От нас зависит. И много раз, да, нас Бог проверял на этом. Мы можем ангелам оказаться в духовном мире. И Авраам оказал гостеприимство в самом неудобном бые. Он был обрезан. Там несколько дней пришло, он там, ну, болеет, мы понимаем, да, что такое обрезание. И как раз в этот момент идут ангелы. И он не отрока послал, вот, по-моему, да, там, если я не там, не сам там, сказал, приготовь. А он сам побежал, поймал, все сделал, оказал гостеприимство. И говорит, через год у тебя будет сын, чтобы ты знал, как поступает в церкви Божией, который стол утверждения истины. Руфи и Ваос, они вошли в историю библейскую, да. Она сказала, твой Бог будет моим Богом. Ну, а Ваос, своей, как бы, исполнением заповедей, определением и уставом, он стал тоже героем Библии. И еще пару мест там, может быть, чуть-чуть еще попропределить. Второе Тетра 1.5. Тоже известно мне, Второе Тетра 1.5. То Вы, прилагая к всему все старания, покажите вере Вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности, в воздержании, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь, да. И если это в Вас есть и умножается, накапливается, да, то Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежде грехов своих, приходил перспективным эгоистом, потом его сделали нормальным, как бы статус дали Божьего человека, а он потом опять стал эгоистом. Хорошая проба. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым Ваше звание, избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ну, у меня еще записан Исаия 58, не буду читать, 58-8, там, тогда откроется свет, там тоже накопление. Вот пост, который избрал, да, разреши Горокову неправду, да, с голодным раздели хлебом, ну, много вот этих заповедей, уставов, определений сделать, и тогда, тогда будет что-то, исцеление твое возрастет, свет там пойдет перед тобой. Еще пару мест таких, числа, седьмая глава, числа, седьмая глава, о жертвеннике я говорю, что Бог измеряет жертвенник, и Бог измеряет наше поклонение. Числа, седьмая глава, здесь описано список пожертвований, начальников каждого колена для служения во святилище. То есть, Бог поместил очень много места в Библии, которые, как бы, ценные, ну, как бы, в смысле, объем книги надо, как бы, хранить, чтобы иногда проповедь, охота много говорить, доверить, ну, понимаешь, что братья, конференция, еда там, надо сокращать. И Бог, как бы, ну, важное ты все равно должен сказать, да, вот, лучше я вот это не скажу, а вот это скажу, да. И вот, Бог вот это перечисляет почему-то, это число, седьмая глава, то, что принес. Прямо измеряем, то, что принес. И седьмая глава, восемьдесят четвертый стих, итог подводится. Вот приношение начальников Израилю при освящении жертвенника в день помазания его. То есть, есть день помазания жертвенника. Есть день, когда ты должен сделать, принести какую-то особую жертву. Ну, помните, там, Авра, он всегда жертвы делал. Он делал жертвы, там перешел, в роще там жертвы, там жертвы, там жертвы, там жертвы. Но однажды ему Бог сказал, что он ему сказал? Принеси сына свою жертву. Это был для него день помазания жертвенника. И когда он это сделал, написано, ну, Бог останавливает это, как бы, вижу, что ты боишься Бога, а Новый Завет говорит, что ты вижу, что ты верил, верую, что он это сделал. И он получает откровение в Иегово Ире, да? Ну, то есть, Бог усмотрен. То есть, Авра, он был способен принести эту жертву, и в духовном мире через эту жертву накопилось очень серьезное благословение. Я еще пять минут, наверное. Серьезное благословение. В моей жизни было три или два раза, три, наверное, когда вот именно вот это я должен был сделать вот эту особую жертву, там, большой пост, и большое пожертвование было у меня. Ну, прям реально, перед тем, как поехать в Россию начинать тюремное служение, именно я это сделал. И дальше, и Бог кому-то из вас можешь тоже так сказать, пойди в большой пост, ну, с благословением, если вы в реабилитации, ну, и там, вы знаете, как это. Или что-то, что-то сделать такое, что ты когда-то не делал, важное, духовное, по-христиански, которое неординарно такое может жертву какую-то принеси. И в духовном мире будет что-то высвобожденное. помните, когда женщина разбила мир, и там, Иуда там, возраптал, лучше бы нищим отдали, Иисус говорит, нищих всегда иметь, а меня не всегда, и говорит, где не будет проповедана Евангелие, а в духовном мире это самое крутое дело, когда мы проповедуем Евангелие, где не будет проповедана Евангелие, там об этой женщине будет упомянуто. Она конкретно так заявила себя в духовный мир через эту женщину. И Павла знает, Иисуса знает, Павел неизвестен, а ты кто вообще, где твои воскурения, твоя жизнь, ты кто вообще, бесов выгонять хочешь, служи там, еще такое. Вот. И 84 стих этой же, не 84, а 88 стих, он заканчивается так, что вот приношение, преосвящение жертвенника после помазания его. То есть, ты сделал жертву большую, это не значит, что ты, если ты 40 дней попастился, это не значит, что ты теперь не пастись, или ты что-то пожертвовал хорошее. Ну, продолжай делать то, что ты делал. Давай часть семьи, даже восьми. И это высвободит свою жизнь, благословение. Псалом 19,4. Да воспомянет Господь все приношения твои, и все сожжение твои, да садил и тушь, да пошлет тебе помощь и святилищ. Бог когда-то тебе вспомянет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, да. Вы знаете, что наш труд не четен пред Господь. Верен Бог, да, который воздав. Просто наша задача не опустить руки, а продолжать вот это. И мы не знаем, какое дело будет куда, и какое не будет куда. Вот, я не дочитал немножко Экклесиаст 11 главу, где до восьми, даже восьми. Помните, мы читали? 11 глава. Кто наблюдает ветер, 11,4. Кто наблюдает ветер, тому не сей. И кто смотрит на облака, тому не жаль. наше время сейчас. Не смотри, тебе Бог сказал, сейчас наше время. Может потом, через год там, ремонт закончу, то есть дело там, сейчас наше время. Как ты не знаешь путей ветра, и того, как образуются кости в очереди беременной, так ты не знаешь дело Бога, который делает все. Мы не знаем, что происходит. Там, ну, некоторые не веришь, а что твой Бог, мне мама с папой сделают. Как тебе мама с папой сделают? Просто мама с папой полюбили друг друга. А вот эти все процессы, биологические, придумал Бог, и ты не знаешь, как там все образуется. Поэтому ты делай, не полагаясь на свой разум, делай даже, когда это тебе не выгодно, но это правильно. И когда ты это будешь делать, ну, не наблюдай ветер. Дьявол хочет, наверное, посмотрел, чтобы ты, как Петр, шел по воде, чтобы ты посмотрел, чтобы тонуть, мать его, на штору на это, да. Утром сей семя твое, вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачно, или то или другое равно хорошо будет. Неизвестно, где выстрелят. Ты пошел в квартиру, и жену нашел для себя. Аминь. 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 Только знал, что ты так скажешь. Третья царь, 18 глава, 41 стих, не буду открывать, это история о Иллии, который сделал жертвенник, и когда они Иллии наживали, лейте еще, лейте еще, лейте еще, он что сделал? Он разрушил жертвенники и воздвиг жертвенник Господу, да, и призвал, он сам просто воздвиг, а народ уже жертвенник. Задача священника в церкви – воздвигнуть жертву. Ну, например, я пастор, должен мотивировать вас, чтобы выжать, а это же для вас, ну, благосоемие. Ну и пастор тоже хорошо, не сокрою, а что там, ну, это. Слава Богу. Ну, так умейшись. Мне же тоже надо засадить платить. У меня четверо детей, три футболиста, там на тренировки, соревнования там. Ну, ты, и, когда он это сделал, и он говорит, я слышу шум дождя, отрук, иди посмотри. Вышел, семь раз смотрел, вот облачки, да. Кто-то сейчас, дождя еще нету, но кто-то из вас сейчас на этой конференции, он должен услышать шум дождя. Вот, вот все, что ты делал, все, что ты накапливал, уже начинает там уже, гроза, вот она уже идет, вот эти накопления, и оно высвободится в твою жизнь, потому что ты слушался Бога, ты исполнен закон, уставы, заповеди, определения, ты не себе, ты уже не эгоист, ты зрелый, пришло твое время. и Иисус Христос, он совершил этот путь, он накопил так, что он сел, как Иисус, не знаю, что это Бог, да, Иисус Бог, и он стал человеком, не просто, чтобы нам что-то рассказать, да, что Бог вас любит, и даже не просто, чтобы умереть, а он после вот этого, когда он умер и воскрес, в Дух Святой сошел, тайно Христос в нас, как было сказано, не Христос главное на земле, а Церковь главная, чтобы включить в твоей судьбе, в твоей сущности, через переломление хлеба, вот эти процессы, до смерти Иисуса Христа, Бог являлся, как теофония, да, в теле там, но вот эти процессы, не были включены в нашей жизни, и религия, она предлагает из доброго человека, из плохого человека сделать хорошего, но христианство это не то, вот кто знает фильм Лунтик, наверное девочка, знаешь Лунтик, как тебя зовут? Вера. Вера? Вера, ты знаешь фильм, знаешь, там есть два, два героя, вупсень и пупсень, вот, похожие на реабилитант, лежает он вупсень и пупсень, что, ну, где поесть, там, денег какой-то верующий, да, и религия хочет из вупсеня и пупсеня сделать, ну, из плохих хороших, чтобы они с баночкой, там, в скрипке играли, там, в футбол у них равнодушины, в компании есть, помните эту песню, мы ее помним, это наши отцы пели, да, до того же, чтобы он красив был и умел, да, помните такую песню, но некоторые даже ее не слышали, не знаю, да, кто знает эту песню? ну, вот, мы с девяностых, ну, семидесятых, тёщу маму, да, ну, потом наши отцы были семидесятых, а мы девяностых, вот, поколение, наше время, вот, и смотрите, но Бог не хочет, религия этого хочет, но Христос не хочет из вупсеня и пупсеня сделать хорошую, кто такие вупсень и пупсень в будущем? Они кем там хотят быть? Бабочками. Бабочками. Это вообще разные вещи. Адам, я уже что-то не хотел в этом говорить, ну, это как богословие уже, Адам был безгрешным, то есть способен не грешить. Ну, он ходил вокруг этого дерева, он мог не грешить, ну, как бы, не грешить, но Бог делал ставку не на Адама, а на Христа. Когда Христос умер и воскрес, вот эти процессы в нас запустил, то мы во Христе Иисусе совершеннее становимся после того, как мы из времени в вечность выйдем, то мы будем совершенны, не способны грешить. Ну, смотрите мысли. Способен не грешить и не способен грешить, это вообще разно. Ну, мысль улавливает. Способен не грешить или вообще не способен грешить. Вот что Бог сделал. Дьявол проколол, ну, там целая проповедь, учение. То есть, смотрите, мы, Бог нас видит вот этими бабочками. Мы не вупсень, не пупсень. Мы эти бабочки. И Христос вот этот путь, Он прошел, был послушен смерти и смерти и креста. И Он однажды сказал, не моя воля, но твоя. Это был день помазания жертвенника, да? Он умер за нас, воскрес. И Он, как человек, не как Бог, Он прошел этот путь, как человек, и воссел одесную престола, не как Бог, а как человек. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. И Он ходатайствует за нас. Человек за человека. За нас. Адам нас продал греху, Иисус Христос за нас ходатайствует. И у нас есть там свои люди. Аминь. Знаете, что мы не чужие. Мы сограждены святым и своим Богом. Давайте встанем и помолимся. Спасибо. Благословенный Бог Отец во имя Иисуса Христа.